Йоу, ты сколько назад. И слушай, ты шозак? Опять же, ребят, брать не буду. Кто для меня это вообще лучший MC на планете Земля? Йоу, не слушайте флипфлифлифлипфлифлифлопгаст. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Игорь Николаевич. И я, Биг Бай. Еее. И мы вернулись. Мы вернулись после долгого перерыва. Вы слушаете Flip Flop подкаст на волнах GOH Radio. Мы решили немножко освежить наш формат. Сегодня, как видите, у нас никаких гостей нет. Тут только я и Санек. И мы пообсуждаем самые свежие новости из мира. Ну, не совсем все свежие, конечно. Да, не совсем все свежие, не совсем новости для многих. Но, опять же, какие-то интересные ситуации, интересных персонажей, треки, релизы. Не только из мира русскоязычного, русскоговорящих MC. Но и немножко зацепим отцов-основателей, скажем так, из мира Великобритании. Ну и что, перед началом хочу напомнить всем, что 10 апреля, кто живет в городе Красноярске, бар Кройко, грайм-дилер, обязательно ждем всех. Так что готовьтесь, ребята. В этом выпуске я буду часто упоминать, потому что на подъеме, на подъеме. Ну что, начнем, наверное, с британских новостей. Как думаешь, Санек? Да, конечно, конечно, давай. Самое актуальное то, что, наверное. Да, да, да. Самая горячая новость, как говорится, рубрика «Мяушкепта». Как вы уже поняли, скепта из моего представления. «Мяушкепта» анонсировал, точнее, не анонсировал, да, сделал анонс того, что он берет паузу. Берет паузу. Берет паузу. Да. Ну, не то, что уходит. Он написал то, что все треки, которые выйдут в этом году, записаны до этого, что свежего материала нет, и что он берет творческую паузу. Я сейчас так пальцами в воздухе делаю. Как думаешь, Санек, надолго ли и вообще пауза, может, он вообще карьеру завершил? Как ты считаешь? Я думаю, что он, да, хочет сосредоточиться на семье все-таки там. Ребенок растет, а он не уделяет ему внимания. Вспомнить клип, где он просто с коляской в подземке, когда только родилась дочка. Или с братом. Или сын. Потусить. Ну, кстати, Джеймиш тоже очень долго в паузе был, скажем так. Ну, да, да, да. Испилил контент для блогеров британских, еще что-то там. Трек собака, они записывали с русским чуваком в Британии. Стримил. Топовый видос. Стримил, да. Стримил, да. Битовал чисто. Ушел в себя куда-то. В итоге вышел вот с визачком на релизе. Сначала на своем. А потом... А теперь еще на одном, но о нем попозже, наверное, да? Угу. Вот. Ну, да, очень интересно. У нас вообще в целом, как бы, культура... Мне кажется, просто скепта, он вдохновился мной, вдохновился Горотой, вдохновился Людаревичем. И решил тоже, говорит, пацаны ушли из ЦУМа, я уйду из Грайма. И потом дед такой, о, я тоже. И... Вместе с нами. И теперь в Бойз Бета Ноу будет Яну Якшин. Блин. Да, да, да. Он проходит везде, где его не ждут. Да, да, да. Откуда его уже выкинули заочно. Да, да, да. Ну, кстати, про Бойз Бета Ноу заговорили. В неполном составе группа выпустила релиз. Слушал, нет? Конечно. Ну, там не все, конечно. Ну, там не все. Би-пи-кей. Считай, скепта ушел, что там, дед сошел с ума. Кто там еще был? Ну, трое, трое. Дед пьет таблетки. Да, тот дед пьет таблетки и удаляет. Он, по-моему, аккаунта четыре новых создал в Твиттере. Даже парочку подписался на меня. Каждый раз, каждый раз я. А он появляется только в Твиттере, у него там подписчиков 500. Я что-нибудь пишу. Он такой, чум, добавляю, подписывается. На меня и потом опять его удаляют. Я такой, е, у меня вот есть Вайли. Всем классно. Слушай, я удивился, когда сегодня зашел в Твиттер и увидел, что он подписан Вайли Дефферст. Я такой, вау. Своим именем подписался за столько-то времени. Да, да, да. Он то был в Сио. Еще не помню, что у него было. Ну, очень много. В общем. Очень много, да. Да, ну, не полный состав. Джейми остался. Остался Фриско. Остался Шорти. И они взяли себе Капа Ли. Как тебе вообще Капа Ли? Как МС-персонаж. Очень самобытно. Знаешь, типа... Он свежее звучит. Я тебе так скажу. Необычно. Ну, вообще, релиз в целом, он звучит, знаешь, так, как вот британская музыка звучит сейчас. То есть, знаешь, грайма трепа дрилл. Что-то такое. То есть, они намешали все. И очень интересный момент. Вообще, про Капали на секунду. Я о нем очень недавно узнал. Был видос. Может, ты его смотрел? Нет. Лайв со студии, где был Бигзу, Камакази. И не видел. Не видел. Фифа Твени Ван. Еще там кто-то был. По-моему, Изи. Не помню. Вот. Они там читали. И Капали, он там читал что-то. I'm cold like Russia. Я запомнил. Стресс-уроковал. Ну, в целом, вышел прикольный релиз. Ребята... Ребята. Я про них, как про своих чуваков рассказываю. Ребята потом добили его клипачком. Вот. Ну, такой. Клип. Обычный клип, чуваки. Там... Слушай, но мне понравилось. Он минималистично кайфовый. Ну, он минималистично кайфовый. Веток махать ветками. А, да-да. Я только хотел про это сказать, что там в комментариях все пишут, что он машет ветками. А там на фоне веток. Ну, еще самый интересный момент, что, может, заметил ты, или, может, там, кто-то из наших зрителей заметил, из слушателей. Что они-то его подписали. North Face и название More. То есть, как думаешь, у них теперь какое-то новое объединение на развалинах BBK? Да, слушай, как вариант. Они же раньше как было? Они же состояли в целой куче объединений. А в итоге все собрались под BBK одним. В итоге сейчас то же самое вполне возможно. Возьмут еще себе какого-нибудь, я не знаю, скретча или еще кого-нибудь из старичков. И вообще нормально будет. Развалят. Покажут. Тряхнут. Тряхнут стариной. Может, что-нибудь вернется еще. Хотя, похоже, у всех сейчас играем МС, да. Козе вернулся. Что-то вернулся, вернулся. Ну, хотя говорят тоже, опять же, слухи, ребят. Будем дальше про слухи обсуждать, что Козе готовит релиз там. Он постоянно, постоянно постит фоточки со всяких студийных. Он и с Вайли там уже много раз где-то постился, что постился великий пост. Слушай, ну, с перерывом вернулся Чип. Да, Чип. Начал на штормзи. Это дриловый трек, дисовый. Зачем? Почему? Ну, без кружки, без кружки. Если бы он был с кружкой, я думаю, там бы было бы мощно, если бы он записал. Ну, видос, он же клип на него, по-моему, сделал. Или я ошибаюсь. Ну да, по-моему, клип был. Очень стильно со снежинками. Да, а, все, вспомнил, да. Но ему не хватило кружки, белой кружки. Тогда, я думаю, был бы жесткий биф и ответочки бы летали. Но, к сожалению, Стормзи, мне кажется, отвечает только если есть белая. Ну, Стормзи ушел вот в этот, блин, не то регетон, не то данс-холла. Поп-бой, поп-бой, поп-бой. Как там? Ну, у него есть трек «Поп-бой» с последнего его альбома. Окей, ну, а также слухи-слухи. Мы туда заговорили, у нас и Вали проскочил в нашей беседе. Он же тоже в Твиттере недавно написал, что готовят релиз и что ждите 14 мая. Ну, да, у него все фотки со студии. Опять же, с этим, с Global Grime постоянно они фотаются на студии. И есть вероятность, что что-то мутят. Как думаешь, не получится, как с «Godfather» с третьей частью? Когда он его релизил, когда он релизил, ну, почти полгода точно он там его обещал, обещал, обещал. Если помнишь. И там, наверное, раза три или четыре он там обещал, переносил даты. Все ждали, все там потеряли ручонки. Но, зато не соврать, зато релиз вышел. Ну, спорно. Ну! Это, видишь, это вот в плане Вайли, это что интересно, это вкусовщина. Многие говорят, что первый год «Godfather» лучше, я говорю, что второй. С тобой мало кто согласится. Да, но это тот релиз, с которого я начал все творчество изучать. И творчество Scratch. И там дальше все пошло, по изучению историй. И вот благодаря этому релизу будет. Ну, для меня все равно, для меня первый все-таки. Потому что «Can't Go Wrong» — это, я не знаю, это просто неймбренд. Нет, это бесспорно. Неймбренд — это просто я там, у меня башка вылетает, до сих пор бывает. Включаю, а мне выскакивает там в перемешке. Еще это обложка. Холиграйм. Да, Холиграйм. Ну, это уже все классика «Орет», да, кот? Да, пофиг. Пофиг. «Орет кот» — это Александр Пятин пытается сорвать нам запись. Но не судьба, не судьба. Слушайте еще раз, напоминая у нас на волнах G.O.H. Radio. Что, по старичкам идем дальше. D.E. тут тоже засветился. Много сделал. Ну, как много, парочку интересных. Одно видео интересное в марте от него вышло, да, на... Вот называли бы нормально, да, как у нас в России. Есть GMG, G.O.H. G.O.D. были. A.C.U.M. Помянем. Да, помянем. Там «Граммдилер» и прочее. Все легко. Берешь слово «Грамм», еще какое-то слово. А тут «Дейли», «Дапи», ничего не понятно. Ну, в общем, Бери Баб Пап Очень стильный видос Опять же Его релиз Последний Дио Энтон Такой Мне не сильно зашел, потому что Я ждал чего-то Ну, что-то более классического Это вот проблема, да, что Когда сильно релизят, ждешь очень сильно Чего-то там сверх Мощного, а выходит что-то Это у меня со Stormzy так было Последним релизом Ну, от Stormzy я-то не ожидал Ты понимаешь, что это человек уже Другого немножко склада Ну да, он медийный Да, он медийный, он такой попсовенький, приятный Ну и зато очень много крутого Допустим, с Шираном Очень крутые у Stormzy треки И в целом Вайли Фло уже тоже на нем, по-моему Последним релизом Да, по-бою я уже вспоминал Там Биг Майкл Вообще прям Для меня Тот ридим для меня стал иконостасом Именно брасовых ридимов Если честно Там очень много Приколюх Приколюх Но Дидабл Дидабл сделал прикольный видос Опять же В том звуке, в котором он сейчас находится Такой попсовый Приятный звучок Который выкупают в Британии Да Трепа Грайма Дрил Ну, в общем, все намешано Но Сделал очень прикольное И прикольное Видеоднарезка Да, вот, кстати Про это тоже хотел сказать Еще в прошлый раз Когда ты сказал Вот это вот Сложное словосочетание Грайма Трепа Дрил Я придумал новый жанр Потом скажут Прикинь, через 20 лет На статье Википедии То, что Данный термин Был впервые применен На флипплоп-подкасте Да, да, да Кому мы нужны Не, короче Суть в чем Я хочу сказать Что Дрил Сейчас превращается В В треп Треп 2012 года Потому что Типа Он прославится везде Вчера я Чекал инсту Увидел, что там Слава Марлоу И Басков на передаче На одной Типа Обменялись треками Сделали каверы Друг на друга И сделали дрил Да, Слава Марлоу Сделал Я знаю Ты далеко Дрил версию Но, кстати, на самом деле Дриловую версию Да, дрил каверы Появляться Это как было с фонком Одно время То есть такой Жанр какой-то появился Стали все там Разные кавера делать И прочие Версии Мешап Мешап Я просто жду Когда будет Дриловый трек От Нилета Или Клавы Коки А, у Нилета А, нет У Нилета был По-моему Гериджевый Геридж, да Трек Ну, в целом И Геридж Геридж тоже вернулся Очень много сейчас Ой, Геридж очень громко вернулся Каждая реклама Практически Да, да, да Ты бы сейчас видел Фейта Он по Красноярску бегает Радостный Под Геридж И готовит релизы Про Геридж Раз уж затронули Есть такой Мой любимый трек Олдскульный Геридж Его зовут Муфаса А, я понял Понял тебя Вот Выходит трек Не так давно Муфаса Айпман И Нейт Краулер Фрайдэй Это фрайдэй Это фрайдэй Вот Этот кавер Переписанный немножко Но все такой же Гериджевый Такой же вайбовый И занимает сейчас Третью строчку В британских топах Ну вот А ты говоришь Дрил Старый добрый Старый добрый Ломаный гаражик Не, на самом деле Хочу еще тебя Немножко перебить Что Ты перед этим Сказал, что Дрил становится Трэпом Но в целом же Дрил это и есть Трэп По сути Это 808 808 Со слайдами И погнали Вот Не, на самом деле Интересно Интересно Я думаю, что Как масса явления Оно вот становится Трэпом 2012 Когда появился хлеб Когда появились Всякие АФГ И все там подобные Ну да И у нас появляется На самом деле Тоже интересный момент Я Очень люблю Один тоже Участник Нашей тусовки Показал мне трек Unknown T Hamtarm B Нет Hamtarm B Вот Unknown T Вот Я его слушал Недавно Такой слушаю Захожу На страницу релиза А там 2018 год И я такой О, это было Три года назад И я понимаю Что на самом деле Все так Старенько уже Да Им там Какой-нибудь Man's Not Hot Им вообще По-моему Пять или шесть лет Да А получается 6-7 Это вообще Наверное Уже может И лет Десять Наверное Все Ну, кстати Рафла Уда Еще раз Трек у него Eagles Cry На этом релизе Там Именно хай-хеты И тут дриловые В начале А, это как последний релиз У него такой Да-да-да С обложкой Мега какой-то Нарисованным Ребенком И там его просто Его фотография Не, прикольная Прикольная Мне понравился релиз Но он В том году, по-моему Да Это уже было в том году Просто я Знакомился с ним Не так давно Скажем И там Там идут просто Хай-хеты Именно дриловые А потом начинается Что-то между Ту-степом И граймом Вот это вот Невидимая грань Которая И его низкий вокал В принципе Это могло бы быть Дрилом Вполне Но это звучит Очень круто Граймово Поэтому не надо Это портить дрилом Как сейчас все пытаются Ну, опять же Вопрос Большой К Аутентичности Скажем так К тому, что Что есть культура Что есть масс-медиа Что есть массовое потребление То есть Пока он вышел сейчас модный И стал модным Все на него залетели Вот У меня нет такого Что знаешь Есть люди, которые Дрил наш Дрил не трогать Это святое И Каждый МС Ну, по крайней мере У нас В СНГ Он бьется И говорит Что вы все Пейки А я Настоящий Русский Дрил Ладно От дрила От этого страшного Явления Он как тут Внезапно Появился Мы просто Болтали Болтали И тут Бац Появился Я аж Немножко Начал Пританцовывать Санек Пока мы говорили Начал Говорить с паузами Ладно Хотел еще Поговорить Немножко Про инструментальные Релизы На GMG Появилось Очень много Релизов В этом Месяце Очень хорошо Залетел Хитпоинт У него очень много Релизов Такой Я о нем узнал Вот недавно У него Такой Знаешь Очень мягкий Звучок Приятный То есть не такой Который тебя Просто уничтожает Там даже Какой-то Лиричный Приятный Можно сделать Трючок Очень много Релизов Не знаю Мартовские Они или нет Может просто Их там Где-то взяли Но год У них 2021 Везде Хороший Был У Джайра Релиз Тоже Для меня Новый Достаточно Продюсер Может он Может я просто Покажусь Не знающим Ты заслышал О нем Что-то Нет Нет Джайра И восклицательно Сейчас захожу На GMG И я такой Но делает он Очень приятно Делает он Очень круто И скажу честно Из ЦУМа Даже много Треков есть А это Показатель Показатель Если под тебя Читают Русскоязычные MC Значит Крутой Продюсер И много Наверное Чего добился Вот Но Самый Самый По-моему Прикольный Релиз А Много Релизов Джонниста Было Но старых Что-то С 17-го Года 16-го Года Это Но Прикольных Он Как бы Своей В стезе Стандартный Джоннист Стандартный Джоннист Ничего там Сверхъестественного Но Самый прикольный Это Максвелл С Дапстой Там еще Оли Битц В начале Месяца вышел Не помню Я просто Когда готовился К этому выпуску Листал свои аудиозаписи И наткнулся На Трек Треки оттуда И такой Ооо А когда он вышел Пролистал Он то ли 4-го То ли 3-го марта Он вышел Поэтому По-моему Попадает к нам Выпуск Блин Ну Очень круто Очень круто И Опять же В стиле Ребята Не знаешь Что Ну Дапст Это понятно Это уже Старик Старик И Для меня Один из Самых интересных Наверное Продюсеров Ну как самых Если я бы Топ 10 Какой-нибудь Свой делом По-любому Был Дапст Вот Максвелл Тоже прикольный Чувак Делает Вот такое Музло Под стать Дапст Да Брасывай Брасывай Ты да Сказал Термин Терминолог Вот этот Ту-ту-ту-ту-ту-ту Короче С брасами С Огромным Количеством Вайба С огромным Количеством Мяса Жирка В общем Поэтому Если вдруг Нас кто-то Из MC Слушает И думает Блин Под что бы мне Зачитать Под что бы мне Навалить Вот Хорошие Релизы Советуем вам В этом месяце Китпоинт Джайра И Дапста С Максвеллом Там еще Оулибитс И еще кто-то Не помню Еще четвертый Найдете И еще ребят Момент Для всех Вы сейчас слушаете И думаете Блин ребята Где вы Все это берете Релизы Какие-то Новости Ребят Мы это все берем На GMG Мы все это берем В телеграм канале Ильи Локатилова Передаем вам привет Телеграм канал Бомбоклятый Москаль О ру Сегменте О русскоязычном Это Грамовый Г Также Различные Небольшие Локальные тусовки По типу нашей Красноярской Напоминаю 10 апреля Бар Кройко Если вы находитесь В Красноярске Или в другом городе Потому что к нам Делегация выдвинулась Уже из других городов Поместить Поместить Ну и в конце Давай закончим Вот этот Сегмент Сегмент Какое умное слово Я знаю Наверное Самым интересным Самым интересным Релизом В этом Месяце Слушай У меня Еще есть что-то Подожди Ты хочешь Закончить Красиво Тогда У меня есть еще Пару Давай Давай Я показал Паре Человек Слигдона Моего любимого Который Сначала метнулся В бейслайн Движуху Очень сильно Ушел туда И долго ничего Не выпускал И тут он выпускает Просто мощный Трек Инсайт Он такой Нейровый Такой Прям мощный Басок Днбшный Биток Я такой Вау Это круто Это прямо Советую Это Ссылочка Да Ссылочки Мы ребята Все прикрепим Или прикрепим Прикрепим Также возможно Соберем плейлист Ну а возможно И нет Посмотрим Но в любом случае Ссылки будут На релизы Ссылки будут На новости Так что Ищите их Слушай Вот Так как мы записываем На минуточку Первого апреля Да Мы не шутим Это реально Мы не шутим Но Шутят другие люди Возможно Крупт.фм Анонсируют Они шутят часто Ребят На секундочку Я уже Очень много О них упоминал Они анонсируют Сначала свой альбом Но это было На недельке Вот И они типа Чисто сейчас на студии Грайнда И бит Даже завели Тиктоки Грайнда Устроил челлендж На который уже успел Залететь Тем по тем А я видел Я видел Я видел Да Да Вот После чего Они берут И просто Пророняют Там где-то Тиктоки Опять же Такую информацию О фильме Типа Типа у них Типа у них Есть же сериал People Just Do Nothing Да Да И вот они Типа говорят Что вроде как Полнометражка Они сегодня Дропают Трейлер Коротенький Типа там Universal Фильм будет Называться People Just Do Nothing big in japan насколько это не фейк но это все-таки 1 апреля ну да остается задумываться но учитывая что три года назад по моим вам до три года назад 2017 точным на бафте по-моему напавьте на бритиш каком-то там эворт они заработали золото как лучший сериал да 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 было возможно вполне возможно что их просто так не отпустит bbc и не могли бы вполне сделать фильмец но это было бы круто посмотрим посмотрим но в целом как бы они шутники еще те кто его знает я его за смотри трансляцию они типа в честь этого проводили трансляцию это было очень забавно ну если вчера то возможно они не шутят любом случае ждем ждем это очень интересный сериал советую посмотреть всем вот это если вы в культуре и любите британский юмор то по моему массе как говорится но тогда еще что-то может а мы хотели с тобой еще про и поговорить про этого прошел дау да да прошел дау такой чувака я о нем первый раз узнал вот это первый релиз который я увидел и он меня зацепил в первую очередь яркая обложка вторых названием назывался он левики отсылочка на атаку титанов они леви мод леви мод леви мод а назывался да и в чем смысл что он про аниме и и даже есть нарезка на ютубе в на его канале я зашел посмотрел и у чувака оказывается вообще своя манга про то как он читает грайм и про то как он разматывает всех как думаешь если бы мы допустим кто-нибудь из русскоязычных мси быть чтобы подобно сделать то бы что сделал да не кто бы что а просто кто бы это мог сделать кто бы это мог сделать азиат тут ли я ну в принципе игоря николаевича можно у меня есть уже там картина к 14-15 разных в разных версах я бы мог и в джапан как говорится крупный фэм если вы слушаете нас и понимаете русский язык вэлкам вэлкам приезжайте к нам 10 апреля ладно на самом деле да много бы кто мог сделать но я думаю было бы интересно было бы интересно тема комиксов думаю она не до конца раскрыта целом у нас играем и в русском нет на самом деле если бы кто-то замутил анимированный клипачок стиле аниме то было бы очень стильно учитывая сколько граймеров в юкей юзают как сленг какой-то так и метафоры на тему аниме dragon ball и все потом целом модная тема японская вспомнить зио того же что-то подобное было ну и в целом как бы модно-модненько япония кстати я сейчас понял что именно леви мод это отсылочка по моему у кого-то был трек саян мод может быть а может это вообще отсылка к дженерал леви например я не слышал трек но в текст не вчитывался я тут недавно пытался повторить его этот прием голосовой когда он не буду пытаться пародировать дженерал леви это будет очень смешно и пока я не дорос до этого уровня но посмотрим посмотрим тренирую горло еще не выкорил столько что так я не родил я не негр как бы из-за карибского бассейна поэтому не моё окей и тогда давай уже подведем небольшую черту небольшой ток и мы тут перед трансляцией перед трансляцией перед записью поговорили с тобой и выяснили что мнение у нас ходится и наверное один из самых интересных треков и релизов самых мощных этого месяца марта первого месяца весны это пи мани с алинсером и стоби мама мало того что трек они еще и крипачок да это честно говоря бомба бомба я не знаю он у меня был на репите вот был он и сейчас есть на репите вот с момента выхода просто очень мощно это вот то чего на самом деле не хватает вот среди тонны нового модного звучания до вот этого которого я описал выше грайма трепа drill глоток глоток свежего воздуха вот то чего не хватало то чего не хватало крутой не какой-то заезженный звук и при этом классический офигенный трачок как тебе клип как тебе трек мне очень нравится вообще так как я клипа дрочер мне очень нравится что в последнее время грайм mc юзаю новомодные фишки клип мейкинги не просто стрит видео какое-то блатные переходы вырезки маски все очень круто вы прям по поводу треков я уже говорил за кадром что это trouble вообще это one love просто настолько качал так в принципе пи мани я переоценил немножко свои взгляды на всю эту тему по поводу пи мани я такой блин 2 все-таки после джейми это пи мани у меня в списке потому что у меня его стало очень много в плейлисте я прям заслушиваю до дыр на его треки опять же их давний конфликт с get some варда бы там мощнейшие просто сравнение дед с крисом роком вообще было дело я да 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 даже даже я даже я я ребят мало чего понимаю это выкупая о чем говорит садек ну да да это очень мощно и в целом не потому что многих спрашивают вот мы с тобой опять же у нас было много гостей с тобой и все говорят мы спрашиваем вот что вы скажете кто для вас и все говорят вайли пацаны мы то вот это да не знаю для меня как-то вот потому что вот вообще на самом деле врать не буду но вот год 2011 наверное да если вы помните сленг like this просто этот инструментал все под него наверно делали читали просто все это даже по моему на первом сезоне грамм батла на gmg помог он даже был и там по него почти все читали под от обладает до кого-нибудь до базворда все на него по залетали на этот инструментал и опять же грамм во многом для меня лично может для кого-то все таки это там вайли еще там кто-то вайрус syndicate для меня это в одну из первых очередь это пимани ну в общем тогда такая наша небольшая номинация релиз года ой релиз года релиз месяца какой год ну хотя он же называется десье поэтому можно считать его релизом года неплохо подвел да неплохо подвел но в целом да если у нас были номинации и если вы мы сейчас были ком-то лицензированные радиостанции мы бы обязательно вам включили этот трек но у нас навряд ли вы ах поэтому исполнять мы его не будем портить поэтому послушайте обязательно ссылочки опять же у нас есть комментариях в закрепленных постах и прочее вы слушаете flip flop подкаст и мы снова на связи продолжаем наш информационный подкаст наш flip flop подкаст с вами напоминаю александр бигбай и я игорь николаевич что так называемых англиков обсудили давай перейдем к нашим к нашим ребятам к нашим ох родненьким русский играем для нас это легко джемджи для нас это легко как говорится что для тебя самое интересное в марте русскоязычном сегменте может какой-то релиз еще что-то ну да цум давай вынесем отдельно поболтаем про цум отдельно да да за релиза давай что самое громкое на еще первым приходит на ум заявка заявка нарвать на битах от тилса и рейбокса человека который не так давно на треке с рэмом кричал что мантом 140 bpm батлы это не играем это просто и так далее а чё там тьюс там был тьюс на том треке нет на том треке не было тился но заявка нарвать на битах от рейбокса рейбокс мне уже ответил что он переобулся на самом деле заявка получилась прикольная биточек прикольный спорно вопросы к оператору почему его так колбасит такой трек такой трек такой такая сне на самом деле прикольно мне понравилось вопрос только насколько это хорошо не буду не буду ничего говорить я буду просто желать удачи ребятам вот как говорится ты не mc ты никто вот поэтому удачи ребятам надеюсь что не все получится они всех разорвут ну как минимум как минимум они покажут как минимум наш родной наш родной мальчик наш чемпион лучшие mc на планете земля покажет на что он способен я искренне надеюсь что все получится и что типы разъебу разъебить их пацаны разъебить их всех рома и матвей вы представляете русский грайм спасибо вам большое я думаю от этой гордости грайма надо другой немножко тоже гордости русского грайма это блэксу блэкс гордость русского грайма и джеймаста бадман у них крепачок вышел давай теперь эту операторскую работу разбирай ты же у нас самый главный оператор как говорится как тебе крепачок в целом учитывая последнюю работу джеймасты вот эти вот улицы лон лондона серьезен как сэм я никогда не шучу когда говорю пушка российский сленг российский сленг это не вагваны вам не блоки глоки это ёпар сетей около мн такие как пичапают до блока не на самом деле очень крутой клип вообще в целом это своего последнего релиза самый бодрый трек как по мне там вообще много гостей очень прикольно но вообще типа при кобры ну ну кобра то что-то еще такое видно и потому что эти хаты на которых все снимают как там кто-то подметил что на этой же хоть типа снял клип оплодает в эту студию наверно возможно возможно студии но опять же прикольный трек очень красивый black в белые куртки питерский щит респект улетает на пить питер на север вот очень крутой клип и в целом прикольный трек мне кажется джеймаста выбрал очень удачную работу для организации вот и целом очень бодрый продукт и очень и на самом деле очень качественный не надо вот доебываться что-то говорить охуенный клип там при всей моей любви русскому грайму и данным лицам в отдельности их творчество к их очень вот кстати по поводу джеймаста мне кажется это очень такой человек который топит прям за культуру же но не это абсолютный респект вот кто-кто ему обязательно респект за то что таких чего надо было затянуть к нам мы его обязательно затянем поговорим про калаши русскую водку и икру обязательно вот про вали 500 рублей и прочее поговорим поэтому кстати ребята слушатели зрители пишите в комментариях где-нибудь пишите нам в личку пишите нам письма кого вы хотите увидеть в наших гостях потому что опять же мы немножко поменяли формат но это не значит что мы не будем проводить выпуски с гостями примерно раз в месяц у нас будет подобный информационный выпуск мы будем вот обсуждать новости саньком что-то интересное шутить и морить они будут приурочены каждому месяцу по отдельности сейчас мы обсуждаем самые интересные горячие новости марта потом будет апрель а потом как ни странно можете угадать какой месяц будет следующий и раз в месяц где-то мы будем приглашать кого-то интересного гостя беседовать с ним обсуждать те же новости с ним узнавать как дела когда релизы наш самый любимый вопрос ко всем эмси и продюсером одну кстати эмси продюсеры по релизам еще так то вагвандер сделал релизе который на 40 процентов состоит из старых треков но в целом релиз как тебе полноценная работа не но замечательно не на самом деле прикольно он тоже знаешь такую скамбэка мы сегодня говорили про ребят которые камбэкаются да вот долго не было слышно он вернулся сделал прикольно бодренько что скажешь как тебе работа неплохо даже знаешь при учете что скажем так я человек который не особо знаком был с предыдущими работами целом целом сейчас будет автология в целом все выглядит достаточно целостно да как работа по моему вагвандер это любимый русскоязычный эмси корпуса известно корпус умный то что мы знаем о корпусе поэтому он слушает только умных не на корпуса у него ведь тоже в марте а по марте разуме у меня кто-то кто надо спросить у человека который обложку делать к этому релизу когда у корпуса вышла релиз ну давай у нас рубрика внезапный корпус рубрика я обязательно вставлю на звуковое сопровождение русскоязычный край рубрика внезапный корпус захар корпус выпустил глубокосмысленный проект под названием апатия в нем он кричит гнев и апатия в нем он кричит гнев апатия и очень много говорит умных слов на самом деле вышел трек 27 января отменяется рубрика внезапный корпус отмена но я думаю да послушаем послушаем на редакции может получится круто и будет и давай вообще сделаем каждый месяц будем рассказывать про трек апатия рубрика внезапный корпус мне очень нравится ну все внезапный корпус и и надо еще с этим скарг не знаешь надо что надо вырезать этот кендрика ламара яг-яг-яг где ворот видел знаешь видос и мэн даун этот мэд сити мэн даун мэд сити мэн даун я очень хорошо знаю текст мэд сити как вы видите ван вагвандер значит на нем наверное закончим подожди нет ну в смысле не закончим нет я имею на вагвандере закончим ждем ждем новых релизов ждем новых крутых треков работать тебя несмотря не слушай ты шоза который там что-то в комментариях там пиздит про звук шоз шоз прошу за дальше поговорим я так и не послушал его трек ну ладно ромка ромка ассадь я хочу сказать по поводу шоза по поводу шоза что-то у шоза было интересно у шоза на какой-то на второй раунд или на третий раунд я уже запутался раундах но очень крутая вот работа из счетом было вайли флоу да из вали флоу с 808 басом очень круто очень крутая работа но мне показалось что это не грайм ну типа да он он крутой чувак под опять же подписывайтесь на шозе мафия в ю тубе сделайте чуваку просмотров накручиваем подписчиков смм все дела но нет у пусть он делает биты в стиле аудж будда в стиле соды лав в стиле майота это у него хорошо получается зал 3 просто имени одного человека да 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 три меня одного человека и все это не мог не смог придумать шутку все это buzzword любой непонятной ситуации горе называй buzzword особенно когда говоришь про русский грамм окей я хотел про осу поговорить оса-оса мне кажется вообще что-то съел какую-то витаминку и просто начал мы материмся у нас можно материться и начал ебашить пацаны просто достал пушечку свою начал херачить он сделал зимой трючок и сейчас выдал опять же возможно это в рамках жанра of top но в целом это очень крутая работа я щас говорю про искать его есть два трека подряд один совместно один но у него еще на самом деле мы говорим про мартовский но вот сегодня он еще дропнул трючок трилл о нем и наверно в следующем выпуске поговорим но можем и сейчас тоже очень крутой я надеюсь что роман набрал обороты и будет дальше полить из своей фитмейкерской пушки ему нужно чуть-чуть чуть-чуть я думаю о нем будут говорить уже вне нашего комьюнити не только на фрифлоп подкасте мы его может я мы там на лайве увидим помыть там тостере на фастфуд мюзик еще где-нибудь да 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 и он будет просто там зажигалки всем куда нужно отправлять вот помимо осы может и тебе что-то есть добавить про рому или вообще про рому нет принципе все вот я сказал по сегодняшний то что я не люблю дрил уже сто раз об этом говорил но рома молодец рома сделал круто по панчам прям вообще рома хорош есть и хоть хоть один нормальный роман в нашем комьюнити есть ребята хоть один окей продюсеры тоже не сидели на месте мой земляк горжусь в одной местности данным человеком язва очень много накрепал все сделал дриловый пак на секундочку для специально для александра вот и сделал скоттейдой очень прикольный трек тоже не грайм но прикольный прикольный очень много от язвы будет впереди работ это так чисто не заметно спойлер 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 да у них очень плотный коннект с городой скоты и да и они снова там что-то летят да и у нас будут тоже релизы гранд дилер ну окей даже если так это очень круто но не сайт он сказал что он немножко устал от грайма и хочет немножко минстринного могла ну да это он всем сообщил но в целом не теряйтесь радаров тем не менее он так внезапно появился такой хоп и такой я в полгода пописал грайм я устал говорит все ушли с грайма все ушли чё горит мне тут делать скепта ушел мне нечего доказывать язву но опять же ждем ждем треков ждем крутого музла ждем крутого битла и прочего ну и я уже сказал у нас на тессеракте вышел подкаст не такой какой у нас где мы просто болтаем а подкаст крутым узлом ребят реально с очень крутейшим узлом очень большое количество дабок вы не найдете нигде такого не вообще вот кстати по поводу этого прям большой огромнейший респект по тематическим плейлистам да тематические плейсты плейлисты тематические плейлисты на тессеракте большой респект выражаем ребятам большая команда у нас работает передаю привет кстати всему тессеракту передаю пример всем у грайм дилеру слушатели сидите чешите репу чем это отличается друг от друга я вам не скажу это большой секрет который держится в тайне но в любом случае передаю привет вообще всем кто меня знает всем кто нас знает всем кто сейчас это слушает подписывайтесь подписывайтесь обязательно на соцсети подписывайтесь на меня подписывайтесь на санька подписывайтесь на грамм дилер тессерак подписывайтесь на джим джи подписывайтесь на грамма вг подписывайтесь на бомбократова москаля в Телеграме. Получайте свежие новости, слушайте наши подкасты. Что-то еще может по русскому грайму? Это легко. По русскому грайму нет. По русскому грайму нет. ЦУМ? Вот вопрос. По триптиксу. О, триптикс это вообще отрыв башки. Поясню сейчас для всех зрителей. Дэнс Хольщик по мнению Оксмирона Коля Маню. Степа Степ. Степан Степа. Самый самый приятный из картовых людей наверное. Из МС как оказалось. И Чек. Чек тоже многие должны знать. Я помню был маленький и смотрел Битву за Респект. И поэтому знаю кто. Они все такие старые. Но эти старички тоже достали миниганную пушку свою и просто расстреляли. Сделали крутой релиз. Даже Коля Маню один раз слово грайм там сказал. Поэтому можно считать, что круто. Не, на самом деле очень крутой релиз. Трек Сальто Назад. Это просто разнос. Я не знаю. Там есть все. Там и бейслайнчик есть. Там есть и Гэридж. Трек Холодно. Вайбы. Очень крутой трек. Ой, трек релиз. Они сделали очень бодрый клип. Плотнейший респект летает мужикам. Просто пушка. Советую послушать. Отдельный биг гап Александру Панкратову-Черному. Это просто жесть, да. И вообще в целом в целом очень крутой релиз. И очень качественный, ребята. Это реально вот уровень тот, которому ну, в русскоязычном пространстве мало у кого что-то подобное есть. Ну, кто занимается британским узлом. Очень бодро, очень мощно, очень стильно, очень красиво. Буду нахваливать долго. Советую послушать всем триптикс. Обязательно. Просто. Это нельзя. Еще, может, кто-нибудь занят по-любому. Да, нет. На самом деле из последнего, что было, по-моему, только на триптиксе закончим. Ну, да. Что-то как-то я упустил. Хотя слушаю на репите и всем показываю уже. Сальтом назад. Это сальто назад. Этим MC пора бить на бат. Бум-бим. Короче, лютый трючок. Бум-бим. Что, блядь, я сказал? Короче, сальто назад. Крутой трек. Релиз в целом крутой. Калифорния. Калифорниум. Вот. Ну. Ювелир. А, альбом, да. Калифорния. Калифорния. По автопам, что интересно в небританском музле вообще в целом в музле что ты за этот месяц можешь выделить. Может, из русскоязычных релизов, из западных релизов что-то. И Грэмми и Мамбек. Запрыгнуть на гэриджевую волну. Вот, по крайней мере, я на работу пока ездил на такси. Бывало, прям проскакивают. И даже иногда, знаешь, олдскульные треки какие-то. Вирус какие-нибудь. Демо-группы. Да, 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 да. Которые евроденсовые такие. Их почему-то перебивают на гэриджевое звучание. Даже если там бит идет, ну, не гэридж, не прямая бочка, а вот басок именно оттуда войдет. И ты такой сидишь, недоумеваешь. Как так получилось, да? Вообще не понимаешь, зачем, почему, и как это вдруг неожиданно так популяризировалось. Ну, мне кажется, знаешь, это с чем связано? С тем, что все устали от прямой бочки, от дип-хауса, от упрощения. И все-таки, ну, как мы знаем, история и культура циклична. Все новое, это хорошо забытое старое, как известно. Просто, мне кажется, вот этот период, когда примитивная музыка, да, была, ну, скажем так, не примитивная, простая. Простая в исполнении, была на пике, была популярна, поднадоела, возможно, немножко ребятам. В целом, вообще, очень много крутых треков, и причем, знаешь, ну, реально попсовых, то есть ты слышишь, почти сейчас у каждого уважающего себя какого-то там большого артиста попсового, который приятным голосом поет, иногда даже и без автотюна, появляются, так или иначе, гаридж треки. Очень интересно. Опять же, ребят, большое количество сообществ ВКонтакте, большое количество плейлистов, мы сделали на Тессеракте плейлист с Two-Step гариджем, точно вам скажу, был у нас. В целом, интересная движуха, интересная тема, обязательно ознакомьтесь, что-нибудь там еще может, или продолжать тему гариджа. Я на монтаже вставлю счетчик Тессеракта. Это я просто под конец что-то вспомнил. Нет, ты мог считать счетчик Тессеракта, как говорится, говорят у нас. Не, на самом деле, мне запрещено. Кстати, как человек, который не так далек от этого, как сказать, человек, которого ты цитируешь, вот расскажи мне, Faith on the Rhythm и Faith, как же второго-то зовут? On the Sound. On the Sound. Это один и тот же человек? Это, да, один и тот же человек, он просто ищет себя, развивается, вот. Кстати, скоро будут релизы, но будет Faith on the Vizzie, Faith on the Televisor, Faith on the Your Mom и прочее. Нет, он будет не on the, а under, under your mom. А, кто этого Faith'а знает? В любом случае, ребята, да, будет очень много релизов в апреле, мы обязательно в апреле с Саньком еще встретимся, созвонимся, поговорим. Что-то, какие-то еще, может, релизы из русскоязычных? Ну, на самом деле, нет. Сейчас шумит кто, ЦУМ? ЦУМ, ну да, к ЦУМу мы сейчас перейдем, я думал его напоследок оставить. Я бы еще из релизов недавно послушал Хоруса релиз. Из такого, ну вот, чисто пойдем по рэпчику немножко. Я знаю, потому что ты любитель БЧ, как и я большой. Конечно. У Кати-то вышел релиз Спички, вот, очень крутые треки там, очень бодрый релиз. Я его сначала не понял, а потом распробовал, такой, ну, топчев ты, а потом как начал топтать в три ноги и жги-жги-жги-жги делать, вот. А потом, как потом, недавно я послушал релиз Хоруса, очень крутой. Это не про британское музло, конечно, ребят, да, все-таки там западный звук, русско-западный звук, знаешь, с песнями и плясками. Не слушал ты? Нет, я так пару треков, ну, потому что, зараза. Зараза, ну да, ATL, я думал, это ATL, а очень. А не зашел? Не зашел? Не зашел трек. Не знаю, мне показалось, это один из самых таких прикольных, но мне с Катей там понравился, я люблю Катя, это просто очень сильный, это, наверное, один из моих самых любимых русских, ну, один из, если бы я тоже рейтинг собирал, он бы там был, один из самых любимых русскоязычных MC, и очень крутой трек, у них дракон, с ATL, очень крутой трек, как называется? Ну, очень крутой трек, не помню, про бесов разных, очень крутой трек, игра, вот, очень крутой трек, и в целом, прикольный рейтинг, поэтому, если хотите что-то из русскоязычного послушать, послушайте Хоруса, послушайте Катита, и будет вам счастье, ну, и Триптикс, конечно, Триптикс, мы уже о них говорили, вот, в целом, так, ну что, давай, наверное, самое интересное, мы оставляли на потом, вот, опять же, мы можем все это выдавить, выдавить, выделить в отдельный подкаст, но в целом, я думаю, это останется здесь, ЦУМ, Центральное управление Мандомом, третий раунд, точнее, уже не третий, четвертый раунд, тема раунда ориентир, получается, это у нас четвертьфинал, у нас на следующей паре неизвестен, с Лионелем Эски, Лионелем Эски, это тот самый человек, который знает все о спасательных кругах, больше него, только Корвус получал, по-моему, о спасательных кругах, Верлибер против Скальда, Фатеон де Ридим, о котором мы уже говорили, против Шози Мэни, о котором мы тоже уже говорили, и Фростбайт в скобках Кэндл Файя, а против Фаталити. Вообще, что ты о прошлом раунде думаешь и какие у тебя предикшены на четвертьфинал? Ну, что могу сказать по поводу прошлого раунда? Обложка, конечно, говно в прошлом раунде была. Качал. В этом намного лучше, дизайнер постарался. Ну, блин, по поводу прошлого, я даже не знаю, мне очень грустно, что слетел стереотип, потому что я прям почему-то про них с этим человеком не ожидал. С этим неизвестным нам человеком. Да. Кто же этот человек под ником нелюдимый, я, честно говоря, не знаю, и никто не знает, что же это за человек. И, возможно, он какой-то влиятельный человек в культуре в русской тысячи. Но в целом, да, в целом я тоже думал, что будет так. На самом деле, скажу честно, положив руку на сердце, я послушал, наверное, трека четыре всего с раунда. Я слушал Фейта со Стрэнджером, я слушал Фрозбайта и слушал Севу. И я послушал Леонеля Эски, кстати, я хотел про него поговорить. Что он сделал? Он просто разъебал, я не знаю. Мне кажется, мне просто не нравится, что для того, чтобы человеку начать расти, ему нужно, чтобы его просто все начали хуесосить 24 на 7. Извиняюсь за мат и выражение. Но он просто какой-то показал офигенный рост, сделал просто мощнейший трек. Я не слушал, что там сделал Верлибр. При всем моем уважении к Верлибру, не сильно я люблю его творчество, но в целом я, когда слушал Леонеля, я думал, все, до свидания. Там просто заколачивайте гроб. Там пошло все матери, сестры, что там только не было. Было мощно, было круто. Это было просто разнос. Я не знаю, как можно было выжить, но опять же, судейство в русском грамме, это вообще отдельный разговор. Так, и кого я еще послушал? Фэйта. Ну, Фэйту попытался попеть, вот. Ему понравилось, мне нет. Ну, не знаю, очень спорная часть, очень крутой трек у него, но очень спорная часть. Крутой трек у Севы мне очень понравился. У Севы очень хороший трек, неожиданный момент, опять же, с пением. Ну, у него такое особое... Если бы это было тут степовое звучание, было бы круто. Да, у него такое пение, знаешь, вот, я сейчас сужу Урал, ФФБ, и в целом это вот пение Battle MC, то есть, пойдет. Вот, но мне просто понравилось, нет, мне понравилось то, что он наконец-то рыбную тему подводную затронул, это очень круто, когда образ немножко раскрыл. Первая часть, такая стандартная часть от Севы, что у нас все херово, и хлеб был по 4,90, а сейчас по 104,90. Вот, очень крутой трек выдал просто, очень меня удивил. У него был спад до этого, а тут просто мощнейший трек, и опять же от Gendel Fire. Не буду думать, что весна на дворе. Возможно, в Волке, у Волков, да, началось обострение. Нет, в целом он очень крутой выдал трек, я уже думал, что он устал, он сам в личных беседах постоянно говорил, что это, но тут он выдал пушечку, мощный трек, Демасу, Стрэнджеру не хватило чуть-чуть. Опять же, не буду всех инсайдов давать, но просто пацаны в Красноярске что-то плохо подготовились. Все в последний момент. Я не устану повторять, просто Трэнджер что-то раскатал губу. Если ты смотрел его сторис недавний. А, эту? Ну, это я знаю, да. Ему быстро ее закатали, дружище, да. У нас вообще с губами проблема в Красноярске, да, большая. Я часто просто его под... подначиваю на эту тему. Но нет, на самом деле, почему-то он выдал в этот раз очень слабо. Вы в прошлом раунде, когда сделали целостно втроем, это было прям бомба. Ну, бомба, бомба. Не, на самом деле, в целом, трек-то хороший, задумка, интересная. и для Димаса, для Стрэнджера это шаг, шаг вперед в целом. Но, не знаю, Фрост просто очень жесткий. Он показал свой уровень и просто, мне кажется, вообще не заметил. Димаса, при всей моей любви к Тесеракту, вот, вот и прочее. Что еще? Шоза я так и не послушал, к сожалению. Там, Шоза был... Я вот сейчас открыл, сейчас открыл, открыл комментарий, там просто Рэйбэкс написал, Шоза был выпить таблетки. Подписывайтесь на его YouTube канал. Вот. Скальд, Скальд, оуу, прошел. Не знаю, тоже не слушал его трек, не сильно... Откуда вы этот человек вообще? Короче, рассказываю про Скальда. Этот чувак с... Вообще, насколько я о нем узнал с текстовых баттлов. Он там постоянно участвовал, но самое яркое его появление, это он на Семнашке сдал трек за место Оксимирона. За место, я сказал, ребят, за место Оксимирона. Как известно, Оксимирон снялся с 17-го независимо. Ну, как снялся, просто не сдал трек. Вот. Не знаю, как так люди поступают. Мне кажется, это так, только конченные люди могут сниматься с баттла. Вот. Но в целом он поступил так, бог ему судяк. И тут Скальд подсуетился и такой, типа, я новый Оксимирон, и хайпанул, хайпанул на носа там, как говорится, вот. И оттуда я о нем узнал. И он был, по-моему, и на Гохе он был, и, по-моему, даже он на батле продюсеров был. Врать не буду. Но странный чувак, в общем, странный, но он уже, как говорится, в четвертьфинале. О, ого-го крупного, на самом деле, на данный момент единственного грайм-баттла у нас в СНГ. Вот. Что хочу еще сказать поинтересного? Очень меня расстроил около улиц, что не прошел, хотя я трек не слушал, но, надеюсь, он сделал интересно. Фиксит Гир почему-то не сдал. Кто? Кто? Для меня это вообще один из, одно из открытий. Очень странно, что он проиграл. А с кем он был? А, он был с Фаталити. Ну, все, понятно, вопросов нет. Фаталити лучше МС. А КТ теперь без башки. А КТ теперь без башки. Ладно, что, какие у тебя предикшены-то? Так и не обсудили по раунду, по четверг финалу. Как думаешь, кто пройдет, кто не пройдет? И вообще, кто выиграет? Кто выиграет и что в целом по МС, ты хочешь сказать? В твоем мнении. Я думаю, финал должен быть замечательным. Я вижу почему-то финал как фейк против Фроста. Не знаю, почему. Ну, это да, это... Но сбылась моя мечта. Я написал корпусу в диалоге в общем о том, что поставь Фроста против Фаталити, так как просто его там прям рекламируют, говорят, что он крутой чувак, там всячески его восхваляют. Посмотрим, что из этого выйдет. бог ему судья. Бог ему судья. Ну, посмотрим, что там будет. И опять же, а была жеребьевка или нет? Жеребьевки... Кстати, нет, трансляции в трансмолу и не было. Ну, значит, странно. Ну, в целом, как говорится, опять же, остались самые сильные МСи по мнению... не самые сильные, но самые сильные по мнению судейства МСи остались. Самые сильные МСи по мнению не самых сильных МСи. Да, 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 самые сильные МСи по мнению человека, автора строкит и не МСи, а никто остались самые сильные МСи. Вот. Очень много МСи было у нас. Может, счетчик МСи завести. Но я думаю, честно, для меня обидно Фэйта с Шозом видеть. Вот. После так бодрого начала Шоза трэп, трэп, не трэп, но он там разваливал просто. Там, где как же там залетели и... что-то... Короче, очень круто. Я не могу цитировать Шоза, забыл все его строчки, но он очень круто залетел. Вот. Ну, слушай, вот как мне кажется, вот именно если смотреть в посте, где выложены пары, вот левая ветка, это те, кто пройдут дальше, а правая нет. Ну да, я тоже так думаю, потому что все очень... Ну хотя, опять же, посмотрим, что будет. Хочу увидеть Фэйта в финале, естественно, но я и думаю, что он там будет. В целом, на данный момент, по звуку один из самых сильных, несмотря на его попытки петь. Если ты будешь слушать этот мой подкаст, я тебе каждый раз, уважаемый Фэйт, говорю при встрече, не надо этого делать, ты крутой парень, но петь не твое. Пой, вот Сева поет, его делают круто, он звучит все-таки по-прикольному. слушай, вот вопрос, ты ведь можешь им помочь в пении. Ну в плане, вот вы же ходите на тренировку? Я могу помочь в пении. Вы наушке одеваете на пах. Да, 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 да. Я могу много в чем помочь, сделать мужчинам, как говорится. Вот. Но опять же, об этом у нас другой подкаст какой-нибудь, но не наш. Окей, я думаю что тоже все очевидно ты сказал правильно села верлибер фейд и ну frost я люблю просто просто тут может все что угодно быть последний паре но frost это тоже один из топов если мне сказали два моих любимых им синий русскоязычных на данный момент да и в целом если договорил что frost и фейд два молодых два на f1 на ридиме 2 candle fire 1 он дэридим 2 волк окей еще что-то под сумму может целом нет нужен да цум уже обсосали со всех сторон как могли а очень крутой battle опять же подписывайтесь на цун тут недавно кидайте донаты недавно очень крутые мемы тут появились сегодня первого числа вот поэтому следите за все а забыл я хотел сказать пара цун самое то странное что что раунд запустили когда 29 марта а шосс до сих пор не сдал трек хэштег шосс дай трек раньше всех объявляется открытым челлендж поэтому давайте пишите ему в личку пишите в комментарии везде пишите шосс на заходите на его youtube канал и пишите ему под всеми видео шосс дай трек на цум ну что я думаю у нас получился хороший выпуск интересно мы бодро вернулись ворвались но если не бодро зайдет такой формат да надеюсь пишите везде пишите в комментарии подписывайтесь на все сообщества которые мы упоминали сегодня их большое количество подписывайтесь на донаты на джинджи подписывайтесь на бомбоклятова маскаря на нас подписывайтесь на мою группу ребят ну самом деле чуштовый актива много а папа подписчики не приходят вот ждите следующих выпусков с вами был я игорь николаевич или семьёв биг бай всем удачи всем бигапы спасибо деду за победу сейфман спасибо 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 спасибо